Я его почти переехала. Бывает, когда ситуация неизбежна. Нарушение ПТД, я считаю, что это грех. Рыбное братство. Привет, это 3 вопроса верующему. Нам стало интересно, как верующие ведут себя за рулем. Давайте узнаем прямо сейчас. Скажите, для чего верующие наклеивают на автомобиль рыбку? Приятно, когда едешь по дороге, видишь, о, свои едут. Я всегда радуюсь, когда вижу рыбку на машине. Чтобы другие видели, что они верующие. Чтобы своих вычислять. Подходят ко мне люди, начинают говорить, что это такое у тебя, для чего это у тебя. С этого у меня начинался разговор с людьми. Рыбное братство. Нарушение ПТД это грех? Вам приходилось сказать? Нарушение ПТД, я считаю, что это грех. Превышение скорости, например, у меня бывали штрафы по камерам приходили. Бывали более серьезные, конечно, нарушения. Но я однозначно в связи с такими ситуациями убого прошу прощения, чтобы больше так не поступать, не делать. Да, бывает. Бывает, когда ситуация неизбежна, а бывает, когда действительно этого можно не делать, но понимаешь потом, что ты это сделал. И приходилось все-таки каяться? Да. Бывало такое, что меня, ну, я нарушала, меня тут же ловили. Но очень часто бывало такое, что просто отпускали без штрафа. Каяться не приходилось. Нарушали ПТД? Да. Сознаюсь. Получались ли у вас чудеса на дороге? Да, конечно. Не посмотрев в зеркало с левой стороны, получается, я начал резко перестраиваться, получается. И там пролетает фура, как бы она, как бы, ну, сместилась левее, допустим, чтобы меня пропустить таким образом. Я прям чуть почувствовал, как Господь хранит. Даже в таких ситуациях, когда мы бываем невнимательные, я думаю, Бог покрывает такие ситуации. Прямо перед нами случилось, ну, человек умер за рулем. Ну, ехал на встречную полость и столкнулся с автовозом. Чудо было в том, что я затормозил так, что до этого автовоза осталось два метра. То есть он встал поперек дороги, и я остановился в двух метрах от него. И мои дети даже не проснулись на заднем сидеть. Я поворачивала по темной дороге в дождь. Уже повернув, просто увидела, как человек с этой стороны бампера, ну, как бы я его почти переехала, но я его не переехала, я его вообще не видела. И я понимаю, что я села за руль, я помолилась, и Господь просто сохранил, ну, меня и этого человека, жизнь этого человека. Я стою припаркованная. Мне надо выехать с парковки, сдать назад и поехать. Я сдаю назад, понимаю, что у меня машина не едет. Я посильнее дамлю нога, чтобы назад. Она опять не едет. И тут до меня дошло, что я не посмотрела в заднее зеркало, а там стоит гигантская машина. И ко мне подбегает водитель к сюда гигантской машине и говорит, девушка, вы что делаете? Короче, давай на меня орать. Вы просто мне в заднее колесо уперлись и давите на газ. Я считаю, что это на самом деле чудо, потому что было бы очень плохо в конце. А получилось все хорошо. Вот и все. Напишите ваш вариант ответа на любой вопрос, который был задан в этом выпуске. Ответ, набравший самое большое количество лайков, получит подарок от магазина Дар Ангела. Вот такой подарочек. На этом все. Ждем ваши ответы. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok